коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и сегодня мы поговорим о таком прекрасным опасном чувстве как эйфория которая возникает в моменты когда мы получаем какие-то жирные профиты сильные очень движения те кто не успел на уходящий поезд как правило испытывают жадности это тоже одна такая негативная эмоция которая приводит к бедам они бы мы поговорим еще с вами отдельно пока в честь у нас на битке all time high обновлен да там получается на фичах буквально на 150 долларов в общем движение состоялось кто не смотрел видео предыдущие посмотрите трансляцию как отбирать монетки которые имеют потенциал хода кратные да то есть не небольшие какие-то движения забирать а именно такие широкие отдельного внимания удостоена монеткам мультия которая заделись телось да то есть и убрали с торгов на нам все время падала падла падла у нас биток растет она валится то есть это такая плохая которую нельзя ни в коем случае под ним поднимать с пола и вот пропала до нас радаров самое интересное наверное самая бодрая которая вылетела это монетка 1000 веню сделала на ту два с половиной почти три икса движение леди с там подпрыгнула почти до хайов жесткий был слив после достижения битком своих-то максимальных значений ну конечно рынок по всем фронтам ответил лунц который на выходе зацепил все откатики от которых я говорил да вот эти движения по ускорениям в случае выхода за границ каких-то диапазонов такие движения ну и далее по списку кто-то вкатил там конечно очень сильно вчера но кто-то удержался можно посмотреть монетка вот это с ию предположение было шартовая потому что она очень сильно пропадала и не особо не откатывала ее поджимали в общем дала тоже движение сейчас вот если ее будут подкручивать наверх выкупать ее нужно будет попробовать еще разок взять туда в продолжение но дайте время кто-то там красиво выходил до постоял кто-то издалека но с точки зрения подбора именно на фичах можно было различные методы применять в общем кто не смотрел посмотрите еще не все сходило можно поискать интересные перспективные монетки если у кого-то получилось забрать вот эти движения быстро я считаю что это но шальные деньги потому что на крипте не редкие ситуации когда все быстро летает но так чтобы все в одну сторону да и предположение о движении все как это пошло-поехало бодро и весело да там не не все красиво местами но бывает в общем когда мы с вами не так давно встречались и разговаривали про четыре точки состояния вот наша . 1 она сопоставима с точкой оптимизм . 2 как раз вот переносит нас в эйфорию вас начинают там гармончики дофамин подпрыгивает да все это реагирует и жажда вот это то есть у нас получается мы можем еще 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 и в эти моменты совершается очень много ошибок то есть нужно понимать и разделять понимать где мы работаем системно и не нарушаем не превышаем ли мы риски не начинаем ли мы заигрываться либо когда у нас вот состояние эйфории все получилось и давайте еще 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 потому что это в свою очередь может склонить скажем так наше состояние в отрицательную плоскость и возврат в точку 0 до точку 1 с которой мы начинаем это уже будет не оптимизм и отчаяние то есть когда мы начинаем терять заработанное это наверное самое такое интересное с точки зрения восприятия потому что мы еще не терпим убытки мы лишь как бы принимаем скажем так отрицательную какую-то статистику в моменте да то есть мы заработали и откатываемся вот пока мы откатываемся в какой-то момент наступает отчаяние начинается вот это увеличение объема входа в позицию превышение рисков для того чтобы максимально быстро вернуться сюда никто не хочет возвращаться сюда когда мы системно подходим и потихонечку потихонечку продолжаем работать потом торговой стратегии соблюдением рисков все такое прочее у нас уже было много уже отложилось в голове что мы можем и нам необходимо срочно вернуться вот там где было больше чем на старте до где мы заработали вот самая большая беда заключается в том что если мы не ловим себя на эмоции когда мы испытываем именно вот некое счастье до от там успеха и не останавливаем себя от отхождение до от собственных правил вот это вот самое такое наверное 30 самый отрицательный момент который очень быстро сказывается на показатель доходности то есть можно системно долго 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 нарабатывать можно полгода работать в плюс можно год работать в плюс и в какой-то момент просто один там щелчок пальцами да и все заработанное превращается в ничто особенно если кто-то не выводит до начинает с маленьких депозитов это наверное самая актуальная ситуация по мере роста доходности кто начинает с маленького депозита в какой-то момент появляется такая уверенность что там ну условно из 100 долларов там сделали 200 там за 3-4 месяца то есть это x2 депозита и это довольно таки быстро легко сделать x2 там двумя-тремя сделками нужно просто вот поймать такую ситуацию как было у нас на рынке криптовалюты и это все будет быстро и это неправильно правильнее сделать 50 процентов совершив там 200 300 сделок в течение года не превышая риски то есть потихонечку 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 до маленькие депозиты не дают какого-то ощущения прибыли но самое главное это системность если у вас будет системности вы будете показывать положительную динамику на длительном промежутке времени поиск там возможно привлечение каких-то средств это совсем несложно есть проб компании куда можно обратиться пройти сертификацию да вот эти вот несколько этапов получить какие-то деньги в доверительное управление которые в свою очередь можно уже скажем так отложить и начать самостоятельно уже с более или менее адекватного до размер депозита самое главное не отступайте от правил то есть вот эти вот чувства положительные это хорошо но когда чувства переполняют и эмоции захлёстывают все вот это вот адекватное восприятие ситуации в моменте она может крайне негативно сказаться на показателях доходности и что самое обидное чаще всего приводит именно к сливу депозита мало кто может остановиться в точке 1 когда мы возвращаемся к первоначальным средствам очень велико желание вернуться вот там где было очень хорошо это сродни там приема каких-то запрещенных препаратов которые со временем опускают как-то среднее среднее состояние до когда воздействие скажем так прекращается то состояние уходит ниже нормы и спустя длительное время возврат в норму то есть применение будет только лишь возвращать в норму то есть вот эта эйфория уже не будет и тогда это будет больше как некая игра там я не знаю можно сравнить со ставками там с какими выдала такие вот игровые моменты где мы заводя депозит на счет будем к нему относиться как к некой ставки и ну повезет не повезет это не имеет ничего общего с трейдингом то есть трейдинг это тяжелая работа у меня в алгоритме записано трейдинг это тяжелая работа которая сопряжена с высокими психоэмоциональными там нагрузками то есть это тяжело кажется что легко но увы это не так поэтому контролируйте свои чувства держите всегда голову в холоде да то есть чтобы у вас не было каких-то там горячих мыслей вот это вот быстро быстро где-то заработать отбить ну и картиночка классика наверное до мемов что только трейдера особенно тот кто работает там на минутках скальпит пытается скальпить может за час испытать целую палитру таких чувств возвращайтесь из эйфории задним ходом в точку где мы испытываем оптимизм и надежду и строго соблюдаем свои правила используйте стоп лоссы не сливайте рынок никуда не денется кто не успел подождите чуть-чуть успокоиться не тогда можно будет поискать какие-то интересные ситуации все удачи пока пока